здравствуйте друзья добрый вечер вопрос был такой вот американцы как они вообще планируют ли они а то говорят что они вообще не планируют живут одним днем вот так сиюминутном таким каким-то таким действием а вот так чтобы вот стратегический планирователь там еще чего в жизни что такое семейный бытовой вот об этом речь о людях у меня этот вопрос накладывается на вопрос который часто задают о том как мы вот тут вот в эмиграции меняемся я не хочу сказать что мы все так меняемся но вот в данном случае про себя чаще всего спрашивают как вот вы изменились в эмиграции что с вами произошло я хочу сказать что вот это одна из тех областей где с нами произошли перемены существенные мы в советском союзе жили такой жизнью знаете как бы сказать наперед прописанной то есть все было известно вот в таком-то возрасте ты выходишь на пенсию у тебя будет вот такая-то зарплата и ты не ты не можешь заработать больше чем вот эта зарплата да вот она вот какая-то и ты примерно знаешь какая у тебя сейчас какая будет через пять лет какая через десять примерно ты будешь жить вот примерно вот в этом месте вот примерно вот в этой квартире или там точно в этой квартире ну и так далее у тебя никогда не будет автомобиля, ты не сможешь накопить или наоборот, там, чего-то ты сможешь или тебя от кого-то достанется и пошло и поехало, то есть все было очень сильно прописано и любой авантюризм, который, так сказать, в вас смог проявиться, он все равно по последствиям был крайне ограничен ну да, вы можете поехать строить там что-нибудь на БАМ это можно, это пожалуйста, вот если кто хочет я не знаю, никого кто бы бросил там, что у него в Москве, какая жизнь была, там, поехал бы строить на БАМ я такого не знаю ну вот, а так, в принципе, были люди там и не то, чтобы мы именно планировали вот я не могу сказать, чтобы так вот прям планировали но могу сказать, что было примерно понятно и вот та катастрофа в жизни очень большого количества людей поколения людей которая произошла с развалом Советского Союза вот эта катастрофа в частности происходила от того, что мир, который был понятен стабилен прописан люди всю жизнь шли к чему-то и они знали к чему и это вот все было понятно их устраивало они другого не видели вот они шли к этому и вдруг вот это все исчезло исчезли какие-то скромные сбережения исчезла работа на которую он мог там доработать до пенсии ее теперь больше нет исчезла способность содержать себя материально на уровне не хуже других понимаете вдруг окажется, что он как раз у него-то все плохо и вот эта вот система рухнула это мне напоминает по масштабам например освобождение крестьян от крепостного права вот был какой-то сложившийся быт там столетиями крестьянин, помещик, там поле там еще что-то и вот он как-то жил и вдруг ему говорят все, вот ты теперь свободный земли нет значит, можешь идти по найму работать там заработал, молодец не заработал значит, все бросаешь и уходишь в город на завод там по 12 часов ну то есть вот вот такая разруха произошла и а мы жили в таком спокойном понятном нам мире той разрухе, которая началась с начала 91-го вот когда цены там да, обвалились и так далее вот это произошло я этого не застал я уже был здесь но мы кое-что так тоже нам перепало немножко и вот мы приезжаем в Соединенные Штаты и я не могу сказать что здесь люди не планируют это неправда вот мы тоже планируем но что ты начинаешь понимать со временем поскольку очень много такого динамического такого вокруг происходит динамичного то ты начинаешь понимать что ты уж как не планируй а все что-нибудь не так произойдет то есть всякий план он носит характер приблизительный и в целом лучше какой-то план иметь чем никакого не иметь в целом но если у тебя план до деталей расписан там куда-то вперед то скорее всего тебя ждут большие разочарования потому что именно до деталей у тебя не получится а так направление ты можешь двигаться в верном направлении но не больше того и когда ты это понимаешь когда ты понимаешь что как не это не старайся там а все равно именно так все равно не получится ты говоришь себе значит я двигаюсь в каком-то направлении ну так куда-то двигаюсь если ты вообще планируешь есть люди которые не планируют никак они просто как бы на ежедневной такой основе у них все происходит значит вот он сегодня там проснулся пошел на работу завтра проснулся пошел на работу ну он может планировать какой-то отпуск там через 3 месяца через 6 там это пожалуйста это сколько хочешь он может планировать поездку к морю он может планировать там барбекю с друзьями такого сиюминутного планирования да много вот а что касается там скажем долгосрочного ну да люди откладывают деньги в пенсионные планы люди покупают какую-то недвижимость но как правило они ее не как инвестмент покупают а дальше получается что это был хороший инвестмент но есть такие которые потихонечку вот там есть свободные денежки они там положили в в недвижимость а есть такие что были свободные денежки положили в акции какие а кто-то я не знаю во что еще люди кладут свободные денежки А некоторые возьмут и потратят Поедут отдыхать Что тоже неплохо От количества денежки зависит То есть не всякую денежку можно проотдыхать И вот С точки зрения Планирования У нас произошел Такой Сдвиг очень большой Давайте я сейчас камеру переверну Там посветлее Сдвиг Значит Нас вообще как-то в Советском Союзе Я возвращаюсь еще раз к этому моменту Потому что вопрос про нас, а мы из Советского Союза Нас как-то учили Что вот впереди Такое светлое будущее, что надо просто Перетерпеть вот пока Ну пока перетерпеть, а уж дальше Уже так будет, что я не знаю что Поэтому В отличие от американской Такой общественной психологии Которая говорит, я хочу сегодня Вот ему говорят, мы тебе завтра заплатим Он говорит, нет, нет Говорит, now Да, вот ключевое слово Now И из-за этого Политикам, экономистам Им трудно людей убеждать Что вот надо сейчас А вот через 20 лет появится Это никто не хочет слушать В СССР была другая крайность Там людям говорили Ну сейчас вот мы тут затянем Там затянем Тут еще затянем А вот уже наши дети Там будут жить при коммунизме Или там еще кто-то будет жить при коммунизме И так далее Так вот Получается, что ты так как бы не живешь Вот так живешь Каждый день радуешься жизни То есть может быть и радуешься Но не в том смысле Что ты планировал сегодня радоваться А ты понимаешь Что сегодня это такое промежуточное А вот впереди там большая радость В Америке Вот это сдвинулось в сторону И вот мы радуемся каждому дню Утром проснулся, радуешься Там на работу едешь, радуешься Солнышко светит Там люди улыбаются То есть как бы радость Она сиюминутна Она абсолютно беспричинна Вот уже по факту того Что ничего плохого нет Уже начинаешь радоваться Не потому что плохое постоянно происходит А потому что ты начинаешь ценить Что все хорошо Безусловно, бывают времена Какого-то особенного подъема Экономического, может быть Я даже не знаю Какого-то общественного Это бывает Но в целом Здесь люди радуются Вот сегодня Я сегодня радуюсь Вот как-то я беседовал с человеком Один из первых На моей памяти Кто жил в Израиле Я первый раз общался с человеком таким И я ему говорю Послушай, а вот взрывы А вот там теракты А вот люди Вот как они Он говорит Ты знаешь, каждый день радуются Вот не думают про завтра Вот про завтра человек не хочет говорить Он говорит про сегодня Сегодня ему весело Сегодня у него друзья Он там пошел покушал в ресторан Он там выпил винца Он пошел на пляж Вот он сегодня весь радостный И он весь в сегодня И когда я слушал этот рассказ Я думаю Странно как Наверное, это от того Что вот там За терактами Он не знает, будет ли он завтра жить Поэтому надо успевать радоваться сегодня В Америке терактов нет Но таких Ну во всяком случае В таком смысле Как мы в Израиле имеем Но Люди тем не менее Радуются сегодня Не потому что они опасаются Что завтра может уже И человека не быть Или вообще ничего не быть Нет Просто такая вот Такая ментальность И ты начинаешь потихоньку втягиваться И Это никак не отменяет Какого-то планирования То есть Ну вот мы со Светланой Спрашиваем себя А как мы будем жить на пенсии Да вот На какие шиши Буквально Вопрос А вот например До какого возраста Я буду работать И я сейчас думаю Ну вот я бы там До 70 бы поработал Ну это же мне еще 10 лет Я не знаю Что я скажу Через 5 или там Через 3 даже Я не знаю Что через год скажу Я не знаю Но я не думаю об этом Я думаю Ну Так вроде Вроде все Ничего Но поработаем до 70 Если так Настроение будет Здоровье Экономика Там все такое А что поработаем Вот Или там Например Ну Скажем Мне Светлана говорит Слушай А вот если Допустим Сейчас какой-то будет Экономический обвал Вот сейчас Трампы Изберут Все перепугаются Наступит кризис какой-то И вот допустим Придется нам школу закрыть Вот Что мы тогда будем делать Такой сценарий Знаете Вы как генштаб Значит Сценарий отрабатываем Я говорю Света Я говорю У нас Слава богу Есть канал Голос Силиконовой долины У нас есть 100 тысяч человек Которые Ну Хотят оставаться Подписчиками Которые Если не все То многие Ходят Нас слушают Несколько тысяч человек Нас регулярно слушают И Абсолютно любую Болтовню Которая там Из нас высыпается Они тоже ходят И слушают И я говорю У нас У нас Слава богу Есть для кого Там стараться Значит Мы будем делать Более содержательные Репортажи Там что-то Нам есть чем заняться Мы Как бы Не окажемся В положении людей Которые не знают Что делать Я уже не говорю о том Что можно читать книжки Можно писать книжки Там Можно Не знаю Ходить на океан Заниматься здоровьем И так далее Вот Поэтому Но я не знаю У меня плана никакого нет Правда Вот я Я не знаю Я не держу денег В акциях Ни в каких Но Даже то Что у нас Казалось бы Вот там В недвижимости есть А я тоже не знаю Насколько Насколько стабильно А если Там Треханет И все рассыпется А если Пожары А если Война А если Черт Я знаю Что там может быть А вот Какой-то вдруг Кризис Все уехали Из Кремниевой долины И уже там Эта недвижимость Там своих не вернешь Если ее продать Например И сдать некому Но я не знаю Но в теории Это все возможно Поэтому Я говорю Я не буду себя Здоровье Портить И думать О том Над чем у меня Нет контроля Никакого И Хрустального шара У меня нет Чтобы на нем погадать Да Кристал болт Как у нас тут Говорят Вот А на кофейной куще Я тоже не гадаю Я живу Я радуюсь Сегодняшнему дню Потому что Ответов на все эти вопросы Не только у меня нет Ни у кого нет Ни у кого Я очень внимательно Слежу Каждый день Я читаю Новости Экономические Ну не то что Я там часами изучаю Ну так 15 минут в день Я трачу на то Чтобы посмотреть Что у нас там происходит И я хочу сказать Что за последние полгода Например Новости Нефтяного рынка Раз 20 За полгода Раз 20 Менялись От движения вверх К движению вниз И все время находилась причина Почему надо идти вверх А потом находилась причина Почему пошло вниз То ли они там рынком манипулируют Я не знаю Остальные гадают Чего это он туда пошел Сюда пошел А там сидит человек И дергает за ниточку Не знаю Я не знаю механизмов Ну то есть Они объясняют все очень логично Там Спрос Предложения Там Спад спроса в Китае Там я не знаю Сейчас вот Тоже новость хорошая Прокопали Расширили Панамский канал И 90% танкеров Теперь там идут Могут пройти 5 миллиардов потратили На это дело Теперь вот В частности Из Техаса Очень легко И просто Теперь добираться До Китая До Японии И сейчас пошли Уже Уже пошли танкеры Американские Оттуда Что сокращает Там расход На транспортировку Что в общем Делает нефть Более привлекательной И пошло И пошло То и вот Ходит туда И ходит сюда И опять туда И опять сюда Слушайте Ну сколько можно За этим следить Ну и следить можно Но какие-то решения На основе этого принимать Это никак Нет ерунда Это все Вот Поэтому Живешь И радуйся жизни Вот у тебя детки Вот у тебя там семья Вот у тебя там еще что И радуйся Так что Вот на этой Такой ноте Я и закончу Такой радости Вот Значит Люди планируют Но не зацикливаются Вот я бы так сказал Есть планирование Нет зацикливания И вот радоваться Каждый день Солнышку Друзьям Вот Грубо говоря Если никто настроение Сильно не испортил Так вроде Отчего не радоваться Такая вот Такая история Счастливо 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 Счастливо